Гибель псковских десантников, или как официально называют это событие, бой у высоты 776. Пожалуй, самая трагичная и загадочная страница в истории второй чеченской кампании. 1 марта 2000 года 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ вышла на злочастную высоту, где вступила в неравный бой с боевиками. Их было всего 90 против 1200 боевиков Хаттабы Басаева, прорвавшихся из окружения под Шатоем. Всего 90. Бой длился 16 часов. Когда в этой ситуации сложился встречный бой, и противник видит, что их подавляющее превосходство, естественно, это их злило, что они не могли. Это их злило еще больше и больше. По-хорошему, если исходить, проявили бы слабость, неуверенность офицеры, бойцы роты, бой бы уже закончился к концу вечера. То есть вечером. А так бой продолжался до утра. И никто, ни один человек не сдался. Все вели бой до последнего, зная, что если он отступит, то это будет предательство. Сегодня о них говорят. Предотвратили катастрофу. Тогда, 13 лет назад, к ним на помощь пытались прорваться сразу несколько десантных подразделений. Но добраться до места боя смогли лишь 15 бойцов первой роты. Когда стало ясно, что силы слишком неравные, десантники пошли в рукопашную и вызвали огонь на себя. Из 90 бойцов выжили только 6. Один из погибших – 28-летний рязанец гвардии капитан Роман Соколов. Около его тела нашли 15 трупов боевиков. Роман сопротивлялся до последнего, несмотря на то, что взрывами ему оторвало руку и обе ноги. Хотел служить. И предлагали ему уйти куда-то. Он говорит, что хочет быть строимым боевым офицером. Он так и шел к этому. Он в первой честь не был. Оттуда вернулся с контузией. Орден Мороста в Югославии был. И он, как вам сказать, спешил жить. Вот это у него было не от него. Все, хотел. Но погибнуть в 28 лет – это тоже. Ну, что он есть пацан еще? И главное, у него 16 февраля исполнилось 28, а 1 марта погиб. На день рождения мать. Сегодня военные говорят, что десантники могли избежать гибели. Достаточно было отступить. Но они приняли неравный бой, понимая, чем грозит этот прорыв боевиков.